Ну что, мы находимся в Сколково на стройке. Что это здание, кстати? Это Сколковский институт науки и технологии. Это новый кампус. Вот это просто он делил. Вот тут и тут сейчас находится Сколтех. Хватит двух зданий. Кафешка прямо у главного входа. Здесь будут четыре кафешки. Здесь четыре этажа, да, всего? Четыре этажа. Четыре этажа на каждом этаже по кафешке, и каждая кафешка будет облицована нашей мозаикой таймера. На одном этаже одна кафешка, и на другом три кафешки. Две очень похожи на вот эту, практически идеальные копии, а еще одна на немножко другой планировке, вытянутая. Забавно, что здесь уже сцены висят. Может, это мокап-кафе. Ну да, мне кажется, это мокап, но... Сцены какие-то и маленькие. Да, забавно, что они так заморочились с мокапом. Я больше скажу. Я был в Бауманке вчера. Там, значит, научились делать флэт-вайт. Я тоже видел вот это вот и говорю, это мокап может быть. Там сидит такая девочка, она говорит, нет, почему? Я говорю, вы реально готовите тут флэт-вайт? Она такая, да. Или, то есть, это можно реально купить в Бауманке сейчас? Она такая, да. Я просто из этого выпал и ушел, ничего не купим, потому что там флэт-вайт стоил 150 рублей. Тут они уже электричество подвели, походу, на розетки. Мы сейчас занимаемся замерами. Работая в стартапе, тебе приходится выступать на разных ролях. Вот, например, наш технический директор Андрей работает как замерщик. Понес деревяшку. Блин, а эти скругления реально проблемы, эти скругления. Мы сейчас долго думали, как просто ширину это померять. Это было сейчас скругления. А покажи штуку, которую мы меряем. Это не очень популярная эскизи скругления. Это модная, посмотрите, это лейка. Она типа лазером покажет на стену. Да, она светит лазером и показывает сразу расстояние. Оп, 0,6 метра. Андрей светит оттуда на эту деревяшку. И таким образом. Все инновационно, сколько вы понимаете. Вот такое прикольное здание. Оно снаружи полностью круглое. То есть, как шайба такая. Но изнутри ты этого вообще не ощущаешь. Потому что внутри стены, они под углами все расположены. И внутри вообще непонятно, какой формы это здание. Только по внешней стене можно судить о том, что оно примерно круглое. То есть, это вообще внутренний двор. Он, по идее, тут тоже круглый. Но здесь как бы и непонятно. Там какие-то просто... Вот это ресепшн. Сразу человек заходит, видит кафе. Если смотреть отсюда вдаль, то видно, что оно круглое. А так, здесь как бы все стены, они расположены под углом. Поэтому так и не скажешь. Здесь же проходят уже экскурсии. Ну, собственно, мы тоже типа как на экскурсию приехали. Нас привезли. Раздали вот такие каски. Брендированные по скалтех. Нам вот нужно было замереть, прийти к кафешку. А все, кто что надо, здесь свои дела делают. Вот тоже часть дворика. Туалеты. Что прикольно, что умывальники стоят уже после двери. То есть, можно руки помыть и ни за что не браться. Это очень круто. Это прямо... Вот это реальная инновация. Что прикольно у этих окон, что они работают как жалюзи. И из них не видно Россию. У нас большую часть года пасмурная погода. И прикольно, что здесь как бы есть свет. Но ты особо не видишь, откуда он идет. Довольно удачное, на мой взгляд, дизайнерское решение. Вот так это выглядит. Оп! Здесь кто-то уже замутил мозаику из пробки. Кстати, из пробки тоже прикольная тема мозаику делать. Да. Эти штуки и прокладки. Прокладки используются в этих. Даже стекла. Перевозят. Ага. Я думал. Это типа кто-то арт инсталец уже сделал. О! Модно. Я надеюсь, это так и останется. Во, внутренний дворик прикольный. Это же здание. Только типа другой ракурс. Вот, наверное, это как вались со стороны чудес. Думаешь, на третьем? Нет, мне кажется, на втором. Просто на тесне. Мы заблудились. Воробей какой-то лестницы. Я вот по такой стройке. В светлых туфлях. Это хорошо. Светлые художки. Что они светлые, потому что мы темные. Это то, что это. Это видео, надо назвать, то сильно заброшка в Сколково. Правда, это не совсем заброшка. Это наоборот новое здание. Неплохой такой, слушай. Ну, да. Класс нормальный. Мы уже положили. О, мы провали. Музанчик. Тут дискотека у чуваков. Понимаете, стыкуются два кольца. Тут их два кольца. Здесь три кольца. Внешняя. Внутренняя маленькая, внутренняя большая. Да, паркет. Паркет. Прикол. Я вообще уже запутался, где мы находимся. Обратно вернёмся. Мы сейчас в Сколке. В новом здании. Есть банановый кекс. Хочешь банановый кекс? Паштель де нато. Это вообще что такое? Ну вот, кстати, я не знаю. Я хочу попробовать паштель де нато и цитрусовый раф. Мне кажется, такой-то десерт. А, типа. Да, потому что здесь напитки, а здесь десерты. Я понял, короче, нато, это типа орехи на каком-нибудь португальском. Паштель, это типа паштет. Ну, короче, это типа нутелла. Арахисовая паста. А, ну типа все будут заходить отсюда, то есть они прям сразу будут в кафешку опираться. А мы заходили... Здесь тоже нет. Как отсюда выходить вообще? А, да, я помню, какая-то аптека. О, вот тут. Что-то левое. Погас, свой твой. Погас, а так все. Вот такое. Ибранское. Вот так выглядит эта вся штука. Снаружи. Снаружи она идеально круглая. Не знаю почему. Почему она называется матрешкой? Потому что внутри матрешка. Типа она такая же? У меня есть еду здания матрешка. Типа реально матрешка, или она тоже конусом? Нет, она реально матрешка. Сколковский институт науки и технологий. Давайте ловить маршрутку. Серьезно? Блин, камон, даже не остановился, е-мое. В такие огромные расстояния приходится ездить на этих шаттлах. В которых, между прочим, следят за скоростным режимом. Среди камеры. Вот, например, камеры. Офигеть. О, наконец поймали маршрутку. Ну, пока-пока. Сколковский институт чего-то там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА